Илья, скажите, пожалуйста, вот у вас псевдоним Virgin переводится как «действенник». Почему именно такое имя вы выбрали для сцены? Мне никто не дает по этому просто. Ага, «пятно на обоях». Давно хотела переклеить. Пишите, «пятно на обоях». Куда же суется эта малолетка? Красивых всегда не любят. Красивых, уверенных девочек. Вот мужчины никак не могут вот свое вот это скрыть. Ну, вот такая характерная у них особенность. Так у них муладхара реагирует. Хэппи Хаус Фэмили, Хэппи Хаус Фэмили. Мяу, ай, моток. Мяу, мяу, мяу. Идеальная женщина – это, конечно же, идеальная мама. Мы их красиво оденем и научим правильно подбирать одежду. Включила свой телефон, танцуюсь в туалете, сильно-сильно попрыгала, поскакала. Замечательно. Кто хочет детей в будущем? Супер, хорошо. Правую ножку ставим на пилон. Зажимаем под коленочкой ее хорошо. Если вы хотите научиться, хорошо. Чего ты ржешь? Здраво! Будем мы готовить пирамису. Мы должны будем подчеркнуть с помощью специальных средств. Ну, допустим, скулы. Я предлагаю сильным звеном Арузилю. Многие говорили, что она станет победительницей проекта. Те жалобы, которые у вас, они все будут устранены. Всем привет! Вы смотрите телеканал М-Телевизион. Если вы видите нас с Викой, значит, вы смотрите реалити-проект «Идеальная женщина». Что на этой неделе? На этой неделе у нас как-то спокойненько, так все очень мило, расслаблено. Более-менее никто не ругается. Все хорошо. И очень интересно, как всегда. Давайте будем смотреть. Вам от 18 до 60? Вы замужем или в поисках прекрасного принца? Это не имеет значения. Ведь вы знаете одно, что вы хотите, и можете стать идеальной. А лучшие преподаватели города обучат вас, как стать королевой в гостях, хозяйкой на кухне и куртизанкой в любви. Примите участие в реалити-конкурсе «Идеальная женщина» на телеканале М-Телевизион и станьте обладательницей короны и путевки в Швецию и Финляндию. «Идеальная женщина» – увлекательный проект для девушек, которые стремятся научиться чему-то новому и, безусловно, интересному. Участница в течение проекта обучается различным навыкам и знаниям. Вы можете присоединиться к телепроекту в любое время. Все справки по телефону – 272 55 55, либо 8 917 369 99 99. Партнеры проекта «Идеальная женщина». Корсет «Ваш секрет», семейный клуб «Любящие сердца», оздоровительный комплекс «Райский берег», центр вумбилдинга «Лилии Коллеговой», ресторан 007, центр омоложения Алены Комаровой, визажист Инна Усманова, танцевальная мастерская «Точка», стоматология «Армдент», турфирма «Каравелла», студия красоты Анастасии Свиденцовой, «Велнос Слим Клаб», психологи Маргарита Яковлева и Гузель Магизова, школа иностранных языков «World for you», бильярдный клуб «Соло», бутик одежды номер 7, «Медикал-онгрупп Уфа». В связи с курсом валюты, райские уголки нашей планеты стали менее доступны. И это не повод для того, чтобы расстраиваться, ведь в Уфе есть настоящий райский берег. Редактор субтитров А.Семкин Корсет в горошек – это просто что-то. Я сейчас наблюдала фотосессию. Девушка, когда одела этот корсет, просто преобразилась. И видно было, что ощущения совсем у нее другие. То есть секси, секси-секси. Фотосессия прошла очень интересно. Корсет этот из хлопка, стопроцентного, с чашками, во французском стиле. В студии «Ваш секрет» вы можете сшить индивидуально под заказ настоящий корсет. Корсетное вечернее или свадебное платье, наряд для фотосессий, сценических выступлений, заказать корсетное, бальное или вечернее платье на выпускной вечер. С нами можете быть абсолютно уверены, что в важный для Вас день Вы обязательно будете единственной и неповторимой в своем новом корсетном наряде. Телефон 8-917-775-64-58. Мне очень понравилось. Правда, было сложно, так как я первый раз позирую на камеру. И все-таки быть моделью – это очень сложно. Как бы по телевизору одно, а само участвовать – ну, сложновато. Особенно в корсете он очень-очень так стягивает хорошо. Дышать сложновато, но прикольно. Эмоции вообще просто… Всем привет. Меня зовут Зиля, мне 28 лет. Всего-то 28. Работаю на заводе, обычно на рабочем. В общем, ничего особенного. Безумно люблю природу и все, что с ней связано. Походы, тур, слеты, сплавы. Да и обычные поездки с друзьями за город. Я за здоровые выборы жизни. Никогда не курила, всегда занималась спортом. Люблю танцы и плавать. Я на самом деле очень скромная и застенчивая. Но это не мешает мне участвовать в всеразличных конкурсах и парадах. Даже наоборот, появляется интерес побороться с самой собой. Друзья говорят, единственная отрицательная черта в моем характере – это вспыльчивость по мелочам. Скажем, я обычная. Но благодаря проекту «Идеальная женщина» надеюсь ей стать. Мы встречаемся уже не первый раз на ТЭТе. Скажи, есть какие-то жалобы, какие-то нарекания на проект? Абсолютно никаких. Все нравится, очень комфортно. И с такой радостью приезжаю на съемки. Мне это очень-очень нравится. Знаешь, у нас началось голосование членов жюри. Скажу тебе откровенно, тебя очень любят жюри. И периодически у многих партнеров ты становишься таким сильным звеном недели. Как ты думаешь, почему именно ты? Потому что такая самая хрупкая, я бы сказала, участница проекта. Может быть, самая нежная и самая тихая? Или нет? Или не тихая? Я, наверное, такой выгляжу только Димомочкой. А так я очень сильный характер. Я прям добиваюсь. Я буду идти до конца. Чего будешь добиваться? Стать обладательницей короны? Ну, как минимум дойти до финала. Так как я себя вижу сильным участником. Скажи, кого бы сегодня удалила уже с проекта? Элину. Наверное, Элину. За что? Ну, мне кажется, ей уже некомфортно как-то здесь стало. Немножко. Себе так кажется или ей стало некомфортно? Мне кажется, что ей стало некомфортно. А кого видишь победительницей? Ну, я бы, наверное, троих не была. Ну, в первую очередь, это себя, вторую Алину и Наталью, я вижу, Селину тоже. Какое у вас отношение с Алиной? У меня с усилием хорошие отношения. Дипломат. Да. Скажи, изменения какие-то в личной жизни происходят благодаря проекту? Вот что нового ты в себе открыла, чего никогда не ожидала? Да, есть, могу сказать, такие изменения. Знаете, я как бы сама по себе творческий человек, но я никогда не любила шить. С школы как-то шить начала. Не привили. У меня появилось дикое желание шить, творить. Что уже освоила, можно сказать, совершенно? Ну, ура. Так, так что освоила. Продемонстрировала уже что-то новое? Нет, пока нет. Майорус пока свободна. Личная жизнь меняется как-то благодаря проекту? Какие изменения уже случились? Конкретных таких изменений сказать не могу, но в целом я ощущаю, что я меняюсь в лучшую сторону. Вот я говорю, а мне открывается творчество. Вот ты говоришь, что будешь очень скучать без проекта, а я правильно понимаю, что с девочкой сложились какие-то дружеские отношения, да, именно у тебя? Потому что все-таки все как-то в каких-то контрах, какие-то у вас встречи происходят вне проекта, вот как в обычной жизни? Пока нет, честно говоря, не совсем хватает времени, чтобы так встречаться, но я думаю, после проекта обязательно будем видеться. Надеюсь, с вами тоже. Ну, я тоже на это надеюсь. Я напоминаю, что вы можете поддержать наших участниц и проголосовать на сайте www.mtelevision.ru за ту, которая, на ваш взгляд, достойна фит-титул приза зрительских симпатий. Так что не оставайтесь равнодушными, голосуйте. А с папой у меня такая проблема, потому что у нас родители развелись. Развелись, когда мне было лет 6, и первое время он не приходил, потом уже начал появляться. И как-то был у меня такой период в жизни, что я как бы и его обвиняла в том, что вот его рядом нет. И когда-то был такой период, что я и мамину там вину видела, потом вроде перестала вообще об этом думать. Вот как-то сейчас, тем более, когда маму нет, охота с папой общаться, но что-то вот прям тяжело останавливает. Они разошлись из-за женщины, и он до сих пор с ней, и вот из-за нее я не могу. Хотя очень хочется с ним общаться. Ты как будто бы себе не позволяешь вообще брать у родителей. Я ее боюсь, эту женщину. Но я тебя сейчас, знаешь, говорю даже скорее о разрешении себе вообще во внутреннем своем мире от образов родителей брать. Ну вот знаешь, почему? У меня мама, как бы, естественно, я ее ни в чем не виню. Она вот после развода осталась с тремя детьми, одна, да. И она довольно-таки, скажем так, ну, как сказать, вот я просто сейчас в своем поведении к ребенку вижу то, как вела себя мама со мной, а я этого не хочу. То есть есть такие моменты, которые я вот с удовольствием, например, вспоминаю. Вот это вот там от мамы, а есть вот такое, что вот я не хочу вот это вот ее в себе видеть. Если ты это повторяешь, то, скорее всего, за этим криком у тебя стоит, ну, волнение и бессилие. Бессилие, скорее всего. Что не может быть. И иногда это страх. Но ты можешь себе разрешить, я это делаю, как вы, и еще я что-то делаю по-другому, по-своему. Потому что каждое поколение добавляет, ну, новое. Если оно не добавляет, то, в общем-то, развития словно нет. Но если мы заставляем себя так не делая, нельзя, ну, в моменты стресса наша психика выдает самую, как бы, знакомую модель. Ведь когда-то она помогала, извини, когда ребенок там на какой-то там краю там опасности, нам уже разговаривать некогда. Мы очень громко вскрикиваем. Или там его хватаем. То есть действия очень быстрые и резкие. Но на самом деле в обыденной жизни, к счастью, такой опасности бывает редко. Но если мы устаем, если мы перегружены, загружены, и наша психика не успевает отследить, это бытовое событие или это опасно? И у нас может выскакивать вот такая вот реакция резкая, быстрая. Попробуй себе иногда говорить мысленно, внутри. Я делаю что-то, как вы, и еще что-то совершенно по-другому, по-своему. Ты тогда не отказываешься от них, потому что, понимаешь, одна сторона, одна часть наша говорит, я хочу совершенно по-другому, а другая говорит, и что, мы теперь отказываемся? Вот такой внутренний диалог. Но если ты соглашаешься, я это все беру и добавляю что-то свое с любовью, то нам становится немножко легче. Смотрите сразу после короткой рекламы. То есть вы женитесь на своей жене каждый год, а каждый день спите с разными? Да. Такая афишка. Ну и представьте, спят на кровати двое, а зеркало показывает четверо. Кто первый отреагирует, это непонятно. Включила эфир и думаю, боже мой, как все будет. Ну, начинается уже такая прям борьба, уже осталось совсем чуть-чуть. Включила эфир и думаю, боже мой, как все будет.